И после того, как волосатые обезьяны эволюционировали в людей, да, в человеках разумных, и они поняли, что ходить на двух ногах не так прикольно, и нужно что-то побыстрее, и что-то такое же надежное, как камень, которым они забивали дичь, на помощь пришли чувачки с очень маленьким разрезом глаз и большим пристрастием к рису. Итак, сегодня у нас в нашем маленьком шоу Toyota Sprinter. Продолжение следует... Итак, эта машина примерно выпускалась в 90-х годах. Была леворукая и праворукая на механике, не на механике, на всем чем угодно. Это машина нашего механика. И кому как не таким людям разбираться в автомобилях. Итак, эта тачка была куплена примерно в размере 50 тысяч рублей, но на самом деле за 45. И да, вот оно вот в таком состоянии прям так. Вы вас побомбили уже просто пуканы, вы такие, почему машина грязная, что не так, почему вы даже ее не помыли, а хохломоны. Ничего такого. Но эти тачки должны вот в таком состоянии пребывать пожизненно. И два года она в таком состоянии на моих глазах и пребывает. Давайте посмотрим, почему эту машину любят. Заглянем под капот. Под капотом у нас расположен такой замечательный двигатель, как 4AFE. Это обычная рядная 16-клапанная четверка. В принципе, этот мотор вот по своему обслуживанию, как вы видите, вот по этим масляным наростам, вот в районе маслозаливной горловины и вообще, в принципе, по пыли, хозяин сюда не часто заглядывает. Именно из-за того, что сюда нужно не часто заглядывать, ее и любят. Что выпускалось, ставилось здесь с завода? 5А, вот 4А, Ешная серия, даже 2Е, которые карбюраторные, 1,3. Сюда ставилось, в принципе, все. И все это долго ходило. За дизель и не могу ничего рассказать, ибо не было ничего у меня в эксплуатации, и у моих друзей тоже. Потому что, ну, дизель, ребят, на такой машине дизель. Ну, это издевательство, мне кажется. По расходам, расходникам и всего остального. Всю на весуху вы можете купить в пределах полторы тысячи рублей. А ГРМы, не ГРМы, расходники и все остальное тоже в пределах этой же суммы. Двигатель совершенно не какой-то капризный, не какой-то. Он обычный, трамблерный. Лить вы можете сюда все что угодно. Он с нашего бензина даже не тухнет и не глохнет и не сохнет. Все это прекрасно едет. Что касается надежности тех агрегатов, которые сюда устанавливались с завода, да, и коробок и так далее. Все это ходит очень долго. Ну, в народе их называют двигателями-миллионниками. Ну, это, во-первых, не доказано. Но вообще, да, они очень долго ходят. И за это их очень любят. В принципе, вот то, что сейчас здесь находится, вы можете такую же картину наблюдать, в принципе, на всех короллах до 140-го кузова. И вот тут Toyota, они прям красавчики. Они просто красавчики. Дело в том, что у Toyota очень большая вот эта вот взаимозаменяемость элементов, несмотря даже на модели и так далее. То есть, вот на базе вот этого всего, либо какие запчасти, в каких кузовах вы можете следить. Если начать перечислять, можно даже, наверное, таки запутаться. Королла, Кариб, Карина, Калдина, Спасио был. По-моему, даже на пробоксе что-то можно найти. Карина Е, на Церосе по-любому, на Левине. А, на Старлетке и на Корсе все это еще ставилось. Что касается вместительности багажного отсека и вот этой всей лабуды, то тут нас, конечно же, может выручить этот автомобиль. Потому что, ну, как мы видим, пространство, которое уходит вот туда, вот там громадное просто. Здесь вот чуваки возят вообще колоколад, коробок, моторы в разборе. Ну, в общем, сюда заходит все. Некоторые даже поговаривают, что перевозили как-то в ней дверь. Я сомневаюсь в этом, но я думаю, что она войдет. Самая еще прикольная фишка Тойота, что, посмотрите, здесь огромная гора сколов спереди, сзади на арках, а просто даже есть места, где облупилась краска на двери, где ее просто нет, вмятина и так далее. Но эта машина не начала гнить. Сквозной коррозии, как таковой, нет. Качество. И попадая в салон вот такого спринтера или Короллы или Корсо вот этих годов, мы обнаруживаем, что вот тут играет вот эта вот самая крутая черта Тойоты. Совершенно не напрягающие линии, не какой-то вычурный стиль или что-то еще. Здесь абсолютный консерватизм и скукота. Представляете, вот в эти тачки, вот в эти тачки, ваш папка или детка пересаживался с советской копейки или девятки. И он такой, твою мать, здесь же кнопки в двери. Да как это возможно? Это законно? Кнопки в двери. Господи, мне не надо обтыкивать всю машину вот так, потому что с завода есть центральный замок. Это мы сейчас к этому, ко всему привыкли. И мы на это все смотрим. Для нас это нормально. Представляете, 93-й год. Вместе с контрабандой риса в Россию, во Владивосток возят это. И чувак такой, господи, я на месте могу крутить руль. Совершенно не напрягаясь. Знаете почему? Потому что гидроусилитель руля. Или вот эти вот все вещи. Прикиньте, они тачки приезжали сразу с вот этими электронными магнитолами. Здесь она, кстати, сохранилась родная. Это, кстати, приколюха таких японских тачек. Ты не выбрасываешь старую магнитолу и оставляешь на память, чтобы была надпись Toyota, Honda или что-нибудь еще. Но оставляешь вторую. Например, двухдиновая вот сюда вот вниз. Здесь климат-контроль, кондиционер. Температуру можно выставить просто вот, так сказать, по циферкам, по всему интересно. То есть здесь все работает. Это та тачка, на которой, чтобы у тебя не плавились ногти на ногах, не нужно вот перекрывать кран там под капотом или какой-то еще кран. Здесь просто нужно нажать кнопочку из салона. Представляете, вот это все заезжало в 90-е годы. И люди садясь там с копейки, с шестерки, даже с Волги такие. Да, да. И тут еще плюсом автомат. И да, можно, кстати, прям с салона, не выходя, настраивать зеркала. То есть мы все привыкли к этой функции. Ну а так-то, если прикинуть на 90-е годы, это же круть, это же лють. Ну что, попытаемся проехаться. Что хочется сразу отметить по поводу подвесок, неподвесок и всей той, скажем так, части, которая у нас находится под автомобилем. Дело в том, что подвеска здесь по своей сути примитивная, но интересная. И да, у нас же, это же жирная комплектуха. Полтос. За полтос вы имеете заднюю независимую подвеску. То есть, для сравнения, у машинок новых Королл сзади балка, как на девятке. Лють. Передняя подвеска здесь самая простая. Просто самый обычный Макферсон. Цены на обслуживание подвески. Шары здесь чуть ли не вечные, либо можно купить рублей за 600. Нижние рычаги иногда разбивает, но они стоят по полторы тысячи. И как раз таки в сборе с шарами можно взять контрактные и так далее. Привода у нас сюда по рублю. И по рублю контрактные, которые отходят еще 1200. А не как на девятке. Вот гранаты развалились. Все, ты пошел по полторашке покупать одну гранату. А их на приводе две. А то есть, в тачке четыре. Такие были и полноприводные версии. То есть, по сути, по начиночке, по своей, это тот же самый, вот помните, Кариб. Который, вот, у него подвесочка даже была с регулировкой и так далее. Ну, Кариб вообще, он универсал практически джип. Хорошая, надежная машина. Они себя вообще очень круто зарекомендовали везде. Даже, подождите-ка, если мне не изменяет память, в фильме «Во все тяжкие». Джесси Пинкман ездил на красном Карибе. Это вот, в принципе, то же самое, на чем мы едем сейчас, только универсал. То есть, понимаете, это все очень круто, потому что Тойота, они вот такие обширные ребятишки, которые сували все везде одно да потому. И знаете почему? Потому что, мать его, это работает. И это работало и продолжает на нас работать. Что касается управляемости. И там, при, так сказать, предрасположенности к спорту. На эту тачку вы можете купить любые колы. Если, да, то есть, вы можете зажать подвесочку, все будет очень круто работать. Вы можете поставить сюда любой спортивный, более-менее спортивный мотор и ехать, в принципе, в кольцо. Я не раз наблюдал такие свапы, как сюда даже три с ГТЕ, с Калдины, либо с Целики GT4 на Меке. Также сюда падает 4 ЖЕ со всеми любимого Левина. И это становится такой самый бюджетненький спортивный автомобиль для пацанчика. Что касается места спереди, места сзади. Ох, за задний ряд сидений, вот за вот это вот расстояние. Вот я сейчас полностью откинут, у меня здесь свободно рука бултыхается и ноги входят прекрасно. Бабуля и ваши пацаки-кореша будут вам благодарны. То есть, вы и рассаду вы везете, и с пацаками на парковочке нормально побухаете, не нарушая ничего интимное пространство. Очень крутая тачка по этому поводу. То есть, если вы не брезгуете правым рулем, ну, чуваки, если вот так вот по правде сказать, то пассат щегол, мать его. Он даже по надежности не может и рядом здесь стоять. 190 и 124-й Мерседес вообще в топку по сравнению, ну, по сравнению с этим автомобилем. Потому что эта штука, она, ну, она не прекращает ездить. Это тот бро, который за последние деньги с каплями бензина в баке и одной хромой ногой дотащит тебя до дома. Это прям лють. Потому что у меня была Corolla 100. Честно говоря, надежнее этого автомобиля я не эксплуатировал еще вот ни разу. У меня не было такого. Потому что у меня была работа такая разъездного характера. И за 8 месяцев я накатал порядка 90 тысяч на этой машине. Что у меня сломалось? То есть, правильно, коробка у меня, в общем, полетела. Потому что я ее, как идиот, эксплуатировал. Ну, то есть, там очень много разгонов, торможений в городском режиме, пробки, все дела. То есть, это все сказалось. Ну, потому что я еще масло ни разу в нем, наверное, не меняли. Родной автомат был. В общем, он убер. Что касается ремонта пригодности. Круто, потому что вы все это можете сделать на коленке. И пьяный дядя Вася из соседнего гаража сможет починить вашу королку, если вы ее сломали. Это так и есть. Что касается чего-то еще, ну, например, если вы захотели чего-то больше от этой машины, она вам даст. Она не боится ни больших пробегов, ни эксплуатации в городе. И здесь даже, мать его, есть кондиционер. Я вообще удивлен, что здесь это все еще работает. Вообще, извините. То есть, так-то, если вы не брезгуете правым рулем, если для вас, там, фу, пруль, это не пуканобомбительная тема, то это один из самых крутых вариантов за 50 тысяч рублей. Причем, 50 тысяч рублей в зависимости от состояния. Так что, если вам нужна тачка, чтобы ездить, без всяких там заморочек, то это идеально. Если вам нужно что-то большее, то это идеальный вариант для, с точки зрения того, что вы можете, вы можете эту тачку затюнить. С вами был дядюшка Борода. Ставьте лайки. До скорой встречи. Чувствуешь, что типчик тут слушает? Че, давай, на 100! Давай, сучка, покажи свою прыть! Давай! Не, подожди, сейчас ты, короче, ты должен, ты должен камерой вместе со мной откинуться назад вот так вот. Типа быстро, да, да, да. Давай, давай, давай. Прыди! Во, нормально, да? Вот, вот чувствуешь мощь тачки. Продолжение следует... Продолжение следует...